всем привет меня зовут катя и вы на моем канале о вязании сегодня будет совсем небольшое видео чуть-чуть готовых работ и точнее доделанных скажем так работ потому что сами игрушки уже были готовы и сейчас поменялось у них только у кого-то добавилась одежду кого-то поменялось игрушки забирают и забирают их вот в том виде в котором я сейчас вам покажу и еще сегодня будет такой небольшой обзор на одну из моих давних хотелок на одну из покупок которые я давно хотела себе приобрести поэтому давайте наверное с готовых работам что их всего 2 это всего две игрушки и потом тогда о покупке итак первая игрушка но еще раз мишка уже был связан давно еще до нового года он был но как бы связан к новому году но вернее предполагалось что он будет продаваться к новому году поэтому он был просто с красной ленточкой без одежды без всего такие у него здесь тоже бирюзовые глазки блестящие связан он по моему мастер-классу плюшевые малыши то есть это семь игрушек по одному описанию и описание мишки там в том числе есть но заказчица попросила одеть медвежонка в комбинезончик цвет комбинезона выбирала тоже заказчица потому ей под определенные цели в общем нужен был именно вот этот вот цвет комбинезона я бы наверное пуговки вот здесь ну как бы посчитала лишние мне кажется они здесь ну либо они очень большие не знаю но у меня никаких нету маленьких вообще и плюс хотелось именно что-то такое нейтральное то есть не какие-то сюда там дирюзовые или белые пуговки а именно все-таки это медвежонок будет в дальнейшем используется также для baby box of то есть там скорее всего будет погремушка какой-то грызунок ну то есть хотелось максимально какие-то натуральные материалы сам комбинезон связанный с полухлопка насколько я помню у меня пряжа уже без этикетки насколько я помню это газал baby cotton по моему ну в общем какой-то полухлопок аналог джинс и вот здесь сзади тоже пуговки эти пуговки они функциональные то есть здесь все расстегивается на вторую не буду расстегивать и комбинезончик можно снять то есть он как бы полноценный можно с игрушкой играть можно ее раздевать одевать и почему еще тоже не хотел сюда маленькие какие-то пуговки потому что их будет тяжело застегивать ну тяжело ребенку застегивать вот я бы оставил только вот эти вот две пуговки сзади они как бы в глаза не бросаются они сзади при этом они выполняют свою функцию то есть расстегивается застегивается спереди уже бы наверное пуговки не делал но заказчица просила сделать впереди пуговки вот поэтому поэтому вот такой медвежонок это первая игрушка и вторая игрушка которая тоже у меня уже было извиняюсь уже была это заинка тоже связано по моему мастер-класс у меня есть отдельно мастер-класс на плюшевого зайчика на такого и есть вот как раз мастер-класс плюшевые малыши там зайка тоже есть причем описание зайки дано как с такими ушками так и с длинными ушками у меня нет ни одного сейчас в наличии чтобы показать на общем с длинными ушками у зайки тоже для той же заказчицы поэтому для тех же бэби боксов поэтому сзади такие же деревянные пуговки платье из хлопка это я нарт идеал хлопок вот и скорее всего бантик тоже я поменяю потому что изначально зайка была но она была в платье вот такого цвета как бантик вот мне кажется можно было оставить и так потому что бантик здесь одного тона одного цвета с носиком чтобы они как-то сочетались но заказчица попросила бантик такого же цвета как платье поэтому вот осталось мне только связать бантик это отвороть и связать новый бантик как бы так показать чтобы ее было видно целиком вот такая вот зайка носик вышит глазки на безопасном крепление здесь ножки и ручки все у этих игрушек ввязана голова вывязана то есть пришивные детали только ушки все больше ничего здесь не пришивается вот такая вот зайка платье тоже съемная то есть тоже его можно снимать так это я убираю теперь еще одну небольшую готовую работу но это готовая работа была как тестирование мне нужны были мне нужно было как раз вот связать вот эти шнурочки сплести шнурочки и сейчас я покажу собственно на чем и как я это все плела ну естественно так это кстати пряжа ализе baby wool в две нити связанные пинетки классическое описание пинеток у меня она есть на пинетки мастер-класс тоже здесь на youtube пинетки белые с бантиком с бабочкой белый с черным вот я вижу абсолютно одинаково единственное бывает вот здесь начальная я не помню сколько там на тех белых пинетках там 32 или 34 воздушные петельки набираются изначально на резинку вот то есть единственное что я меняю если мне нужно чуть больше то там не 32 петли а 34 или даже 36 набираю и вот здесь при вывязывании стоит у нас мысок называется да то тоже либо 10 рядов либо 12 рядов провязываем эти пинетки скорее вот около десяти сантиметров по стопе но это где-то наверное уже от трех месяцев то есть это ну не совсем на новорожденную ножку вот теперь непосредственно к шнуроплету собственно это вот здесь фирма написано какая она тут правильно как это называется прим правим как правильно вот такой шнуроплет заказывала я на вайлберис и такая небольшая предыстория и возможно тоже кому-то пригодится ну потому что я в отзывах тоже читала что у кого-то такая же ситуация была значит это второй шнуроплет как он правильно шнуроплет называется наверное да честно говоря мельница для вязания называется ну я искала как машинка для для вязания шнура шнуроплет они идя по-разному в общем мельница для вязания это называется это вторая заказанная на вайлберис я заказала первую естественно я вообще никаких тонкостей не знала что там может быть что по отзывам почитала что все у всех нормально ну в основном у кого-то там что-то как-то не совсем исправно но в основном там у всех все было хорошо и все плело все получалось я принесла домой естественно вайлберис ну бы я открыла посмотрела но что я могу вот так это все выглядит что тут можно посмотреть как тут можно понять никак и придя домой я начала активно пытаться сплести этот несчастный шнурок девочки два часа два часа я билась я психовала я мучилась у меня ничего не получалось я смотрела видео сейчас если получится то я покажу собственно что там ничего сложного нет я смотрела видео в youtube я делала все четко как делают там то есть ну ничего я привлекла детей у меня детям старшим 14 12 я попыталась одного чтобы попробовали 2 не получается то есть просто в какой-то момент вот эти вот тут крючочки вот они крючочки здесь они должны захватить нитку ну сейчас посмотрим а потом отпустить эту нитку вот они у меня почему-то здесь начиналось упутаться потом уже на третьем часу я начала вникать в конструкцию сама самой этой мельницы в конструкцию вообще как это все работает и поняла что один крючок он просто не открывается то есть видите они сейчас открыты а сейчас будем смотреть а потом вот это вот нижняя лопатка да как назвал ее муж я не знаю как она называется нижняя часть этого крючочка она должна закрыться и ниточку удерживать наверху под крючочком вот один крючочек он не сам по себе не то не открывался то не закрывался ну то есть он не функционировал потом вечером пришел муж я прям из порога не дав ему раздеться говорю не получается смотри что не так вот он не сразу сказал посмотрев на этой к тому собственно что обращать на что обратить внимание до при выборе при покупке что вот вот это вот одна сейчас попробуем будет она фокусироваться не хочет никак не хочет она фокусироваться в общем а вот этого крючочка вот это вот нижняя часть да вот этот лопатка она как будто кусочка не хватало то есть все ровненькие и вот эта нижняя часть вот здесь сейчас видно вот у этого крючочка она чуть-чуть вот так приподнимается вверх то есть она не вот так ровно а чуть-чуть чуть-чуть кончик у нее приподнимаете когда она закрывается ну когда крючочек закрывается то они смыкаются в общем у того крючка вот эта вот часть она была как будто либо отломана либо откусана либо ну я не знаю может быть это производственный брак был но она была прямая и у чуть короче чем у других крючков все и поэтому он не смыкался поэтому в этот же день вечером я сходила сдала этот эту мельницу обратно и перезаказал такую же но в этом же месте на вайлберрис но вот другую и уже тогда у меня забирал муж я горды уже сходим сам посмотри работает ну смысл не то что работа посмотри визуально но я бы если бы шла сама я бы наверное прямо взяла нитку и с ниткой бы шла и пробовала потому что ну стоит не могу сказать что это очень дорого 1000 по моему 300 или 1200 чем-то но там цена на вайлберрис как обычно отличается периодически вот то есть ну не могу сказать что очень дорого но и ты и не 200-300 рублей которые не жалко выкинуть поэтому вот перезаказал через пару дней пришла не другая все у нее работает все отлично плетет еще в комплекте есть вот такой грузик он тяжелый и значит как это работает вообще по хорошему по правильному ниточку нужно просовывать вот сюда в это отверстие и дальше выводить ее уже в отверстие и сюда вниз я не мне неудобно мне это как бы и не нужно я посмотрел что многие так и не делают вот ниточку просто пропускаю и здесь должна образоваться петелька чтобы эту петельку на грузик прицепить вот она петелька образовалась теперь берем грузик здесь крючок цепляем нитку не очень удачную выбрала она такая расслаивается крючочек дальше что делаем нитку вот сюда к этому к этой выемки и первым первый ряд у нас мы должны зацепить один крючочек вот он зацепился второй крючок пропустить то есть 2 он не должен зацепиться дальше третий крючок все у меня слетел ну вот мне просто не очень удобно здесь 2 2 пропустили 3 опять же зацепили 4 снова пропустили все то есть первый ряд через один крючок цепляем и здесь важный момент вот эта нить которая идет от клубка да она должна быть свободна без всякого натяжения а сейчас я его положу потому что иначе не видно будет а вообще это должно висеть и грузик должен подтягивать натягивать вот этот вот получающийся шнур дальше просто крутится мельница после снимаем со шнура плета образуется вот 4 открытые петельки эти петельки просто пропускаем ну ниточку вот петли и затягиваем как обычно и вот такой шнурочек получается буквально за несколько минут ну то есть я засекала где-то шнурок на пинетки где-то минут пять наверное вот в среднем вот такие шнурочки это меринос пинеточки будут из мериноса и вот такой полый шнурок на четырех петельках получается ровненький аккуратненький затем кончики ну как обычно нити прячутся внутрь кстати они туда идеально прячутся когда вяжете на я не знаю как другие на спицах такие шнурочки то с одной стороны сзади все время же нитку перетягиваем спицу перетягиваем и вот за сзади он не такое ровно у меня наверное нет сейчас шнурочков не знаю нет наверное никаких пинеток под рукой вот получается чуть чуть более вытянутая задняя часть она чуть-чуть ну не так идеально вот со всех сторон ровненько и когда прячется нитка она бывает ее там видно здесь полностью закрыт шнур со всех сторон но и самое главное что естественно это сокращает очень сокращает время на вязание и плюс ко всему они до одинаковые они ровненькие потому что при вязании на спицах естественно где-то чуть больше затянулась петелька где-то меньше где-то чуть больше образовалась эта петля где-то меньше в общем настолько ровного но либо нужно действительно каждую петельку подтягивать и затягивать либо они будут не настолько идеальным но самое главное даже не в идеальности а в сокращении времени для пинеток еще ладно а вот когда нужны шнурочки для шапок или для штанишков для штанишек ну то есть длиннее чем для пинеток это конечно или когда нужно для шапки два шнурочка связать и это отнимает очень большое количество времени здесь все очень сокращается вот это наверное все что я хотела вам показать и рассказать я не претендую на то что я вам показала какой-то мастер-класс по плетению шнурочки нет они есть в интернете в лучшем как бы качестве девочки показывают все доступно я лишь вот просто принцип работы его показала если кому-то нужно более подробно то посмотрите в ю тубе много видео мастер-классов на эту тему так что мы с вами на сегодня прощаемся зверюшки от меня скоро тоже уезжает если кто-то хочет приобрести мастер-класс то напишите мне любым удобным для вас способом все ссылочки есть шапки на youtube всем всем пока пока